привет друзья сегодня поговорим сначала конечно про орхидеи это у меня кинг-конг цветет вот такой давиана конечно преобладает много красных красных котлей сейчас цветет у меня это вино это тоже тут давиана белси taiwan chief wine вино такое тайваньское ну и и цимбидиум который я очень долго растила очень долго ждала пока он зацветет это милтава 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 инфра-рэд australian у китнесери это мелбурнская орхидейная фирма так на пивяк джагуа пивяк это что-то такое как колдовской демонический какой-то ягуар название такое название вот ну и тут конечно же 7 видео из инсайны пиану трейсиану и на следующий день на следующий день вот что у меня еще цветет какой-то видео он называется кантри гелл деревенская девчонка красавица я купила этот цимбидиум киева купила но в нашем обычном супермаркете на уценке 2 я покупала уцененные вот они через годик опять у меня успешно цветут мистик леди такая загадочная леди тут тоже тут вся классика жанра все классические котлеи шикарная конечно люблю ее очень и еще будут свистеть тоже это я по оценке купила уже не помню как называется вкратце по цимбидиумы скажу что они не любят высыхать полностью вот если корни цимба пересыхают все они отмирают поэтому они никогда не должны высыхать вот сушняк не должны ну зимой естественно у нас поливают цимбидиумы раз в две недели и так мне советуют знатоки а летом два раза в неделю мы поливаем но это при нашей хороший такой влажности 70 80 процентов обычно хотя вот зимой обычно падает тоже влажность бывает и 50 40 даже чем-то было когда дождя долго не было ну вот такая вот они любят покушать цимбидиумы еще они любят полив холодной водой летом в жару когда очень жарко я прикреплю вообще-то видео о цимбах подробности ухода майло король такая вот у него интересная постелька которая должна быть только перевернута вверх ногами и тогда он на ней спит а если она в нормальном положении то нету спать он на ней не будет никогда вот такой интересный котик у нас ну вот давно не было дождика ждем дождь и майло ждет то есть вот он уже больше и больше открывается мой этот гибрид мультава инфарет на колдовской ягуар как хищно открываются лепестки какие они изогнутые узкие как мне нравится этот цимб ну я знала по фото приблизительным как он будет цвести поэтому так мне его хотелось трясиалом конечно тут больше трясиалом такие природные чисто природные цимбы гибрид наш вот такой вот колдовской австралийский гибрид сделаны нашей австралийской знаменитой мельбурнской фермой которая недавно просто взяла и закрылась владельцы ушли на пенсию все распродали и закрыли ферму все ее нет не существует вообще так обидно так жалко так я много чего у них хорошего успела накупить такие у них аукционы были шикарнейших совершенно дендробиумов ну тут название в общем-то не важны ни наших дендробиумов гибридов ни наших цимбидиумов потому что вряд ли вы их где-то найдете и их миллионы сделаны самими владельцами этих ферм вот и поэтому я не вдаюсь в такие подробности и кантри гел или это еще кто-то неважно так ждем дождь ждем как всегда дождь и конечно же у нас конец весны и вот сейчас лето это время цветение дендробиумов нобели цимбидиумов дендробиумов спешиозум наши австралийцы вот они цветут разрастаются у меня понемножку вот он какой пахнут медом наши природные астралийцы дендробиумы пахнут медом цветочки они такие простенькие в общем-то неказистые можно сказать ну их много их водопад фейерверк и все вокруг пахнет медом цветочным медом но гибриды этих дендробиумов природных они создают шедевры они могут быть разноцветными совершенно и очень очень широко используются в мире в гибридах вот такие вот каскады тогда получаются цветов такие они могут быть совсем небольшими эти дендробиумы гибридные уже хоть там и есть спешиозум великам но они могут быть компактными разноцветными могут быть разных размеров цветочки сами все душистые дня не проходят чтобы я не приехала в этот кусочек леса и туда дальше там тоже лес мне кажется он такой могучий такие деревья огромные мне кажется он такой могущественный даже могуществом я всегда прошу помощи у леса от бога прошу помощи и у леса это ведь такая сила такая мощь и не помогает что вы думаете все же видит что помогает все становится лучше ручеек течет такие вот кусты и такие бесцветные они сейчас цветут и они пахнут духами где только я не проезжаю и слышу сильный этот аромат то я сразу узнаю эти духи не все цветы пахнут духами некоторыми хочется пахнут а некоторыми нет вот это именно такой аромат который хотелось бы благоухать не знаю может быть сделал кто-нибудь такие духи какой-нибудь парфюмер впечатлился вот такие дебри такие дебри там люди живут участки домами тут есть лианы которые цветут они такие трехлистные где я видела вот его видно хорошо этот фрукт с другой стороны дерево лианы все таки больше похоже на фрукты коробочки семянных а может это цветы такая интересная лиана с огромными красивыми листьями я вижу эти листья потому что там две лианы плетется одна с мелкими листиками а другая с крупными похоже на винограды или на пешен фрукт листья тут много лиан ну что ж я буду приезжать следить за этими плодами или диковинными цветами ну и ручеек тут небольшой кусочек вот и завидую я конечно австралийцам белой завистью как они живут свободно в свободной стране вот даже если взять суеверие у них нет никаких таких суеверий что нельзя ребеночку там покупать до рождения одежки себе радостно и счастливо бегут и покупают кроватки одежду коляски всякие ничего такого у них нет в их головах свободных головах ничего с ними не случается ни с ними ни с их детками тут даже празднуют вот если я найду фото я сняла видео вернее празднование зачатие зачатие ребенка что в семье будет ребенок уже наверняка и это такой праздник собрались друзья подружки ой хочу пробраться туда короче поближе писали там какие-то свои милые пожеланица складывали в коробочке портретами украшенный стол этой пары молодой и нету у них никаких суеверий на этот счет свободно себе люди живут ждут ребеночка все ему покупают ну не классно ли это а это же классно а у нас бог ты мой нужно скрывать до последнего дня беременности что кто будет что будет ничего не покупать не дай бог что за это такие идиотские предрассудки вот напишите кто-нибудь вот сталкивался с тем что вот ты нарушил какое-то правило там черную кошку встретил все равно пошел и случилось что-то очень плохое ну нет ведь нет ведь такого тут люди себе живут свободненько ни о чем таком не думают головы свои не забивают всякой ерундой празднуют все праздники вплоть до зачатия будущего ребенка уже празднуют красота разве это плохо это хорошо нет у них никакого суеверия заранее рассказать о своих планах не бояться сбудется не сбудется все сбывается все это неправда ребята неправда нужно жить свободной жизнью свободным умом освободиться от старых дурацких предрассудков я тоже смотрю что-то там забыла плевать и то себе возвращаюсь раньше это было нельзя ну как можно взять и вернуться домой если что-то забыл на полдороге ну там вышел за дверь уже почти ушел что-то забыл ну ничего не случается абсолютно ничего никаких неудач все это неправда люди будьте свободны от дурацких суеверий и все у вас будет хорошо и вот это местечко я очень-очень люблю тоже часто сюда прихожу тут ручеёк такой живописный и сижу тут вот как Аленушка на картине Воснецова смотрю на эту водичку или с моста просто полюбуюсь постою когда выпадает дождь хороший то он так это бурненько течет этот ручеёк а когда долго нет дождя как вот сейчас такой слабенький водичка чистая зверюшкам попить есть что вот ну и продолжаю эту же тему про детей про австралийцев я слышала из русского телевидения как Симонян рассказывала такой бред это я слышала своими ушами у нас ведь есть ребята которые все это слушают кстати они русские я люблю этих блогеров я дам ссылки на их видео слушают это все и пересказывают конечно с юмором с иронией с сарказмом основной это сарказм конечно ну просто на уши не натянешь понимаешь что вот они винят сейчас естественно во всем запад что это он это проклятый Байден во всем виноват что там сейчас в украине и в россии в самой происходит где какой и даже и был в россии застанный туалет то это конечно Байден виноват во всем виновата америка и нато вот так о чем разговор ну это я слышала своими ушами это же не выдумка никто ее рот не открывал слова туда поддельные не вкладывал этой симонянши она рассказывала что в америке оказывается это такой проклятый ужасный мир которого россии нужно бояться больше всего где маму мамой называть не разрешают вообще представляете маму мамой называть не разрешают где искусственное молоко только не разрешают кормить грудью мамочкам представляете ну это же вообще ну это же такой бред что там еще про геев а про мам я вам скажу с огромным опытом у нас сейчас родились маленькие детки внучата потому что у моего мужа дети молодые у них семьи и на празднование каждого дня рождения приходят там по 15 семей тоже с маленькими детками все называют мамы мамами все кормят грудью насколько это возможно потому что врачи у нас естественно как и во всем мире рекомендуют кормить грудным молоком деток пока это возможно потому что в этом логика смысл и здоровье будущее здоровье ваших детей что за бред откуда она это взяла зачем это надо было такое вот полное вранье говорить а думаете что бабушки подъездные они все сидят кивают и ужасают ужасаются какая это бедная какая она страшная эта Америка какие бедные люди надо же у них родители под названием только один-два не разрешают мамой называть маму вообще там одни геи кругом что за бред Австралия очень конечно же передавая цивилизованная страна и я встречала тут геев вот представьте себе это нормальные люди разумные приличные и женщину знала молодая женщина работала когда еще давно я работала в отеле убирала то молодая женщина кстати русская по происхождению приехала из Финляндии ее родители эмигранты переехали из Финляндии в Австралию жить ну эмигрировали они из России очень давно там что-то то ли в войну то ли до Отечественной войны вот у нее была подруга да женщина она приходила на работу с книгой ну правда на английском языке не на русском толстого война и мир она читала эту книгу очень разумная девушка такая была ну вот такой выбор жизни ну и что этих людей геи которых я знала от обычных людей было не отличить они ничем не выделялись не отличались переделывать детей в цивилизованных странах никаким родителям не разрешается таких родителей которые захотели бы переделывать своих детей посадили бы просто в тюрьму сразу в тюрьму просто не слушайте этот бред и мужчин я знала два в моей жизни два мужика которые были геями тоже выглядели нормально не знаю гей парада у нас нет погуглила на всякий случай да был вообще-то в девятнадцатом году в австралии где-то там в синей что ли гей парад ну и что это выбор каждого я абсолютно равнодушно к этому отношусь я совершенно не приветствую я не за перевод всех людей в геев абсолютно нет но если такое случается это выбор каждого как человеку жить на белом свете каждый должен следовать своему свободному выбору кто как счастлив будучи при всем мирным человеком никому не причиняя зла живи как тебе нужно мужчиной женщиной правильно это милилюк трис милилюк вот такие вот они висят у них лохмотья тонкой-тонкой бумажной такой коры она опадает иногда вырастает новая вот они такие paper tree бумажное дерево называются они цветут съедобными цветочками и вот посумы там птички объедают это все мирного неба над головой победы украине лохмо это дюйми это лохмоть -л один Продолжение следует...